Hi, welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В этом видео мы поговорим с вами про слово «другой» и какими способами это можно передать в английском языке. Пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал на YouTube или подписывается на мой платный аккаунт в Инстаграме. Handle для Инстаграма и для Телеграма 1kirls__english. Всем спасибо. Очень часто, когда мы говорим на английском языке, главный первый язык, который нам мешает, это наш родной язык. Если вы говорите на русском языке, то очень часто русский язык вам помогает или не помогает выразить мысль правильно. Также очень часто нам приходится говорить другой, другой размер, например, другой свет. Если вы выбираете в магазине что-то и говорите на разные темы, когда всплывает вот это слово «другой», иногда очень трудно выбрать нужное слово. Если вы новичок, то вы, может быть, даже злоупотребляете словом another. Слова another и different, они переводятся на русский язык одинаково. Они даже могут использоваться практически одинаково в английском языке, но этого не происходит во всех контекстах, то есть нужно смотреть по ситуации. В этом видео я вам предоставлю несколько контекстов, чтобы вы посмотрели, где какое слово используется и, как говорится, быдили и старались использовать всегда правильно и выражать мысли так, как вы задумали, а не так, как получилось. Представьте, что вы где-нибудь в магазине выбираете какую-то вещь, и вам нужен другой цвет, но вам не подходит цвет, который вам принесли, или размер. То есть вы можете сказать Do you have any different size or do you have any different color? Здесь мы используем слово different. Почему? Потому что в слове different заложен смысл другой, not similar, то есть не похоже на то, что вы мне до этого принесли. Помните, слово different это прямой, это антоним, слово противоположное по значению слову similar. Это вам очень может помочь. Когда вы говорите Can I have another color, or do you have another color, or do you have another size? Слово another тоже по-русски же переводится другой, и как бы нам кажется, что если это звучит по-русски нормально, наш вот этот вот счетчик, да, внутри который, он нам говорит, ага, по-русски чуть нормально, значит по-английски сойдет. Another имеет оттенок добавочный, то есть он не акцентирует внимание на чем-то другом, а добавляет значение, то есть вы, получается, хотите взять вот цвет, который вам принесли, и еще вам что-то нужно. То есть получается, вы две вещи будете покупать. Такой пример. It's a different situation. Допустим, вы с кем-то разговариваете, и в беседе вам нужно сказать, что это совершенно другое. It's a different situation. Опять слово другое. Здесь another нам просто не подойдет по контексту. It's another situation, если сказать можно. Смотрите, как меняется смысл. Another situation акцентирует внимание собеседника на том, что есть еще одна ситуация, добавочная к той, про которую мы говорим. Если мы хотим сказать, что вот ситуация, и мы акцентируем наше внимание на отличительном каком-то моменте, мы говорим different. It's a different situation. Не надо сравнивать. Также словосочетание different age groups. Whatever the context. Different age groups. Здесь слово another age groups, or another age group, rather, не подойдет, потому что это не то, что мы хотим сказать. Но есть ситуации, когда вы можете использовать another и different. Опять же, смысл будет slightly different. Or, I just used the word different in the context. For example, в таком словосочетании, как look at another angle, давайте посмотрим это под другим углом. Look at it at another angle, or at another angle. Смотрите, здесь, когда мы говорим another angle, то есть мы принимаем во внимание тот angle, который был первоначально, но нам нужно, так сказать, расширить горизонты, кругозоры, посмотреть еще на что-то под другим углом и, может быть, сравнить. То есть нам важно вот это вот разные углы, то есть мы их считаем. Другое это значит добавочный к тому, что уже есть. Если вы хотите сказать, let's look at it at a different angle, different angle акцентирует внимание на отличительной черте этого angle. То есть там может быть он добавочный и второй. То есть смотрите, видите, здесь смысл практически идентичный, небольшой нюанс. И я думаю, что в речи мало кто вот так будет придираться. Поэтому помните, что есть ситуации, где можно использовать и another в значении different, и different, и у них это получается будет точка соприкосновения. Но этого не стоит делать во всех контекстах. То есть будут контексты, где прям вот совершенно another, так как вы задумали, в значении другой, not similar не подходит. Например, вы говорите, hey, let's do it another time, or let's do it another day. Может быть сделаем это в другой раз? Another time, в другой раз, or another day, или в другой день какой-нибудь. Здесь another имеется в виду не добавочный, а вот тот, который будет. А если мы different сюда поставим? Let's do it different day, let's do it at different time. Видите, здесь получается какая-то фигня, то есть смысла нет. И это вы никак не объясните, это просто нужно запомнить и использовать в речи. А как это запомнить? Ну вот читать надо очень много и смотреть тоже надо что-то много. Ну самое главное понимать, когда вы это делаете, а не просто так. Вы смотрите на две бумажки, вам нужно сравнить, и чтобы там цифры совпадали. Вы смотрите и понимаете, что не совпадают. И говорите, these numbers are different. These numbers are different. Совершенно разные. То есть they're not similar. Акцент делается на том, что они разные. Другие мы иногда можем сказать, хотя здесь слово будет не очень, наверное, подходить. Other сюда уже не пойдет, потому что, во-первых, смысл будет не тот, который мы задумали, и с точки зрения грамматики это будет неправильно. То есть к чему я все это? Есть два слова. Конечно, их больше, но вот два слова, с которыми возникает больше всего путаниц. То есть у нас есть different и another. Слово different это антоним слова similar. Когда мы хотим акцентировать ваше свое внимание, внимание собеседника на отличительных чертах, на разнице в чем-то. Переводим как другой, отличный, разный. Слово another может иметь такое значение, но гораздо реже. Чаще всего another акцентирует внимание вашего и вашего собеседника на дополнительности. То есть какой-то предмет, еще один. И в зависимости от того, что вы хотите сказать, от контекста и ситуации происходит выбор different или another. Вы можете использовать youglish, чтобы посмотреть, какие словосочетания обычно люди используют. Youglish, напоминаю, это ресурс, он доступен в десктопной версии youglish.com. Либо же можете загрузить себе приложение. Мне приложение нравится больше. Также давайте научимся произносить слово different. Different произносит через краткий звук и, не и, а и, и. То есть у вас уголки рта практически не растягиваются. Different. И буква и, которая в первом случае, мы ее пропускаем. Different мы редуцируем в different. Мы делим на два слова, на diff и rent. Different. Different. В конце две буквы у нас н и т, вернее два звука н, т. Мы делаем stop t, либо можно ее дропнуть, если вы произносите это в предложении с другими словами. Different idea. It's a different idea. Вы слышите? Different idea не соединяется. Так, обычно, it's a different idea. Different idea. Это называется linking. Подробнее про то, как соединять слова, склеивать слова между собой в предложении, вы можете посмотреть у меня в плейлисте американское произношение или по отдельным звукам найти, как произносить звук r, как его соединять с другими словами, th, межзубной и так далее. Я желаю всем отличных выходных. Stay cool. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok